привет привет мои прекрасные друзья к ребята карабкаются на шипку хотела вам показать спиры спиры я солицефлора борода арона прекрасный медонос и чудесный источник для наших чаев видите как пчелки любят и не только пчелки он даже шмель летает но мое внимание привлек я вам что-то ничего не рассказала про стратегическое сырье российской армии давно давно в те царские еще времена хотела вам рассказать о кипре или же при кипрей иван чай вот он расцвел соберем соберем сейчас для себя немножко зверобоя синяк тоже прекрасными донос тысячелистник клевер я уже молчу про ромашки и одуваны и крапивы куча короче вот эта поляна настоящее здоровье если я вдруг на ваш взгляд буду очень здорово вы будете знать от чего верно вот такие чаи мы с вами пьем любим и будем собирать наряду с бабочками да видите какая голубенькая красотка сейчас она взлетит и мы увидим всю красоту этой поляны потрясающий иван фиалка трехцветная видите спряталась от нас что еще помимо клевера а компания попросту колокольчик тоже можно собрать ну прям прям здорово когда такие цвета до фиолетовый с желтым или вторая часть такой же цветовой гаммы и композиции ну вот в таком чудесном месте мы с вами находимся а вон там шибко то есть мы сочетаем приятное с полезным история культура здоровье природа если захотите поговорим о болгарии о родоначальнике болгарского возрождении побудитель мне так понравилась его история поисе хеледарского он будучи болгарином вообще был монахом афонского монастыря хеледарский сердце сербской части вот и что он придумал написал историю славяно-болгарского так и называется и вот этот 1762 год является таким историческим годом болгарского пробуждения и 50 лет никто ничего не писал он только сафроний сделал денег это молитва на каждую неделю и там тоже все это было на болгарском ведь примечательно что все это было на болгарском и он говорил что вера и семья это основы идентификации личности и болгары невзирая на вот это долгосрочная почти 500 лет османская ига убранная с помощью россиян все равно оставили свою идентичность вы помните первое болгарское царство второе болгарское царство у них был первый царь у славян среди славян и первый патриарх среди славян поисий думая о болгарии боролся вот в церковной части противоэллинизма он не хотел чтобы все службы отправлялись на греческом языке и страстно был боролся чтобы все было мы называем это сейчас старославянским ну на болгарском языке и таки добился до сафроний через 50 лет размножил все это дело написал свое и это было как программа болгарской идентичности но уже позже те времена которые мы рассматриваем появились после этого побудителя он так и назывался побудитель появились наши герои хрестоботев любин каравелов и василь левский которые вели партизанскую войну четники так называемые четники ну дальше история вы знаете но я хотела просто окунуться в глубины истории когда было первое болгарское царство завоеванное византии все-таки болгарская идентичность уже была страна была единой когда уже второе болгарское царство мы с вами его рассматривали в велико тырного когда петр и асин царствовали вот тогда второе возрождение было и потом то о чем мы молвим сейчас и в каком историческом месте сейчас мы с вами находимся то есть болгаре это древнейшая древнейшая страна которая не потеряла себя пронесла язык который явился очень важным фактором болгарской идентичности также веру которая велась именно на этом языке и это вот дух и спас их их национальный дух спас страну вот разъединение то что хотели внешние враги и вообще от потери и и самой себя но нет так не случилось поэтому давайте восславим этих людей и возгордимся болгарии и порадуемся за них кстати посмотрите вот там видно зеленая энергетика с этим в лжи или что там памятник то есть мы в этом маленьком очерке охватили все части не только исторического становления и возрождения болгарии но также ее природу целительную или целебную но и культуру и что важно язык это и есть посвящение короче ребята надо мне учить болгарский язык и с гордостью сказать а за разбиром болгарский язык и добавить обид чем ты мои прекрасные друзья чао-чао